Сленг – это особый пласт лексики, который включает в себя неформальные, разговорные, а иногда и жаргонные слова и выражения. Он возникает естественным образом в молодежной среде. Как рассказывают лингвисты, сам сленг появился очень давно, еще в Древней Греции и Древнем Риме, а термин «сленг» был введен приблизительно в XIX веке, когда стали формироваться различные субкультуры. Со временем он становился все более разнообразным и проникал в различные социальные группы. Сегодня сленг активно используется не только подростками, но и людьми самых разных возрастов и профессий. Сленг я использую чаще всего в переписке, потому что так можно как бы расширить свой кругозор, общаться с друзьями на одном языке, так сказать. С родителями я чаще всего использую, но как бы без сленга разговариваю, потому что они могут не так понять. Например, моя мама знает только краш, рофл и кринж. Новый сленг я часто употребляю, обычно с друзьями, когда мы с ними общаемся. Родителям я уже объяснила, что такое скуф, многие другие слова, они теперь шарят у меня. Тоже с ними, с родителями разговариваю, как с друзьями, потому что нам весело. Я использую сленг регулярно, в основном только с общением с друзьями. С родителями разговариваю по-другому. К сленгу отношусь нормально. Взрослые обычно не понимают многие слова, поэтому с ними так не общаюсь. Однако влияние сленга на литературный язык вызывает опасения у лингвистов. Некоторые молодежные слова и выражения постепенно проникают в повседневную речь, вытесняя привычные формулировки. Это может привести к обеднению языка и затруднению коммуникации между представителями разных поколений. С другой стороны, сленг – это живой и динамичный пласт языка, который отражает изменения в обществе. Он позволяет молодежи быстро реагировать на новые реалии и тренды, придумывая яркие образные слова для их обозначения. Таким образом, сленг обогащает язык, делая его более гибким и адаптивным. В основном, наверное, когда ты играешь в какие-нибудь компьютерные игры, а-ля типа Dota или Counter-Strike, когда я раньше играл, и с он, который там был, ты применяешь его в жизни. Например, вот слово «ачивка». Это же, как считается, достижение, но ты используешь это достижение. И многие вот такие вот слова. Они тоже меня не понимали и думали, что это странный какой-то. У нас там сына проверить надо. Не совсем понимаю слова, которые сейчас молодежь употребляет, но довольно-таки часто с этим сталкиваюсь, даже на работе. У меня очень молодой коллектив, и частенько слова не понимаю, что они хотят сказать и что имеют в виду. Всё меняется. Например, какие-то слова приобретают новое звучание. Например, кринж. Уже такое довольно старое слово, но всё же сланг, можно сказать. Попадаются слова, которые я не знал. Ну и с родителями, с друзьями очень много говорим на молодежном языке. Сланги. Подростки предпочитают создавать и использовать новые слова, потому что это позволяет им выделиться из толпы, создать свою уникальную культуру и быть на одной волне. Кроме того, для них это является способом выразить свою индивидуальность и протестовать против старших поколений. Создается своего рода язык внутри языка, что помогает подросткам формировать своё собственное сообщество и укрепляет их взаимосвязь внутри него. Важно найти баланс между использованием сленговых выражений и соблюдением норм литературного языка. Резидент Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.